Возвещение Захарии 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 выполнять было совершенно невозможно. Писание утверждает здесь совершенно однозначно, что и Захария, и Елизавета поступают по всем заповедям и уставам Божьим беспорочно. И тем не менее, что тоже очень важно отметить, у них не было детей. Я не самый горячий сторонник проведения соответствия между праведным образом жизни и немедленной наградой за эту праведную жизнь. То бишь, делаешь все хорошо, Господь Бог обязательно отвечает на молитву, в смысле положительного ответа на молитву. Скажем, ты попросил детей, потому что ты живешь правильно и беспорочно, Господь Бог дал детей. Не всегда так. Я убежден, что и Захария, и Елизавета просили о ребенке неоднократно, но Господь не давал детей. И в Писании много примеров. Может быть, Сара один из них. Елизавета была бесплотна, и оба они были уже в летах преклонных. Итак, Захария священник, он служит, и Писание говорит, что жребий, как был у священников, то есть они не могли служить все сразу. Количество у них было огромное, то есть согласно жребию была определенная череда или время, когда каждый священник должен был служить. Он приглашается в храм, и он служит в этом храме, является ему ангел Господин или Малах Адонай. И по правую сторону жертвенника смутился, в оригинальном тексте, наверное, скорее испугался, и страх напал на него. Я думаю, страх это очень положительная вещь, но хочу еще раз подчеркнуть, страх хорош лишь в начале, как мотиватор или как зажигание, которое начинает работать в двигателе, в дальнейшем на стартере далеко не уедешь. В смысле стартера страх достаточно хорошая вещь, и как Писание говорит, начало мудрости страх Господен. И страх или почтение, или трепетный страх нападает на Захарию, и Господь Бог говорит, не бойся, твоя молитва услышана. Почу подчеркнуть, что слово услышано не означает, что раньше Господь не слышал молитву. Господь Бог слышит молитву всегда по определению, потому что Он Бог. Проблема в том, что ответы, которые Он дает, да, нет и не сейчас. Вот ответ не сейчас, по всей видимости, не был услышан Захарий. И в этом смысле услышана молитва, то есть услышана в положительном контексте. Ты молил, и я решил положительно на это ответить. Ты назовешь сына Иоанн или Йохананн. Хенн благодать. Йо, или как Я, буква обозначает благодать от Бога. От слова Хенн, то же самое корень слова Хиннам, который обозначает бесплатно, благодать всегда бесплатна. Или это не благодать. Ты наречешь ему имя Иоанн. Он будет велик перед Богом и не будет пить вина и сикера. Ссылки есть в числах, в шестой главе послания Иуды. И в книге Хцарств Духа Святого исполнится еще он от чрева матери своей. То есть не будет пить вина и сикера. Интересно, сикера это нечто вроде пива, алкогольный напиток. Оттуда происходит еврейское слово шикор, которое обозначает пяный. Или более позднее идышевское слово шикер, которое тоже обозначает пяница. Не будешь пить вина и сикеры, от которых становятся пьяным. Отсюда вывод, что от вина становились пьяные, исключает возможность того, чтобы это был виноградный сок. И он многих из сынов Израилевых обратит к Господу их. Придет пред ним духи силы Ильи. Илья, согласно представлениям древних евреев, которые мы находим подтверждение в Новом Завете, это предвестник или предтеча прихода Мессии в этот мир. И Писание говорит, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив их образом мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Он накладывает на Захарию испытание, говорит, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Ну и Захария выходит и ничего не может объяснить знаками. Народ, естественно, удивлен. Но они, по всей видимости, поняли, что он видел видение в храме. Мы находим в древних еврейских источниках, что вот такая перемена от говорения к неговорению или от зрячести к слепоты могла быть следствием тех видений, которые Господь Бог мог давать людям. Ну и немедленно Писание говорит, после этих дней Елизавета зачинает и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, который презрел на меня, чтобы снять меня с меня поношением между людьми». Быть бесплодной считалось позором в то время. То есть жена, которая не могла отдать своему мужу ребенка или сына, это оказалось еще более почетной вещь, считалось, что она находится под каким-то проклятием со стороны Господа Бога. Проблемы мы встречаем, естественно, в ветхозаветные времена, и она говорит, что теперь Господь Бог презрел на меня, то есть услышал молитву Захарии, чтобы снять с меня поношение между людьми. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ну, и вслед за этим мы почитаем с вами о возвещении Деви Марии, о рождении Иисуса, Дева Мария или Мирием, как это звучит на еврейте. В шестой же месяц, я буду читать из Луки, с первой главы, с 26 по 38 стих. В шестой же месяц послал он был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет или Нацирет или Нацират. Если хотите, ангел Гавриил, Гавриэль от слова Гибор, который обозначает сильный Бога. То есть сильный Бог посылает именно этого ангела к Деве, обрученный мужу именем Осифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенная ты между женами. Я вот что хочу сказать. У нас, я имею в виду в протестантских кругах, существует достаточно странное, я бы сказал, противоречивое отношение к Марии. Я понимаю это как реакцию на католицизм и на практически богопочтание, которое она находит в католицизме. И реакция вполне понятная, но с моей точки зрения абсолютно неоправданная. Текст говорит совершенно однозначно, что называется она благодатная Господь с тобою, благословенная ты между женами. Мы не воздаем почести людям, но мы всегда относимся с большим уважением к Моисею, к Давиду, ко всем тем, которых принято называть героями веры. Мне сдается, что Мария заслуживает в наших кругах, должна заслужить гораздо больше почтения, чем мы воздаем ей. Мне приходилось слушать огромное количество полукритических высказываний, забывая, что это все-таки мать нашего Господа Иисуса Христа. Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога, то есть ты нашла благодать у Господа Бога. И вот ты зачнешь в очреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Ну, реминистенция, естественно, с 7 главой Евангелия от Исаии, 14 стих. Имя Иисус на иврите это Ешуа. Происходит слово Ешуа, что значит спасение или спаситель. И он будет велик и наречется сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова веки. Царство ему не будет конца. То есть наделяет его Лука здесь всеми мессианскими титулами. Мария задает, естественно, Ангелу вопрос, как это будет, когда я мужа не знаю. Достаточно резонный вопрос. И Ангел отвечает ей, я не знаю даже, как Мария должна была это воспринять. Потому что, с одной стороны, конечно, да, благая весь, с другой стороны, на нее должен был напасть страх. Потому что положение у нее достаточно щекотливое. Не имея мужа, она должна будет зачать. В дальнейшем даже, я думаю, этот эпизод ее жизни и даже рождение Иисуса в ее жизни, это была сложная тема. Она, постоянно зная и помятуя о том, что ей нужно родить мессию, как бы сознательно, чисто по-человечески уходит от этого. И Иисус говорит, разве вам неизвестно, разве вам не надлежало знать, что мне надлежит быть в доме отца моего. Она постоянно пытается, видимо, чисто по-человечески об этом забыть, потому что понимает, какой исход или какой конец должен быть Иисусом человека. Но здесь она принимает эту благую весть. Он наречется Сыном Божиим. И здесь сообщает ангел также Марии, что вот Элишева или Елизавета, родственница твоя, называемая Неплодную, она зачала сына в старости своей, ибо ей уже шестой месяц. То есть разница в возрасте между Иисусом и Иоанном, которые таким образом родственники между собой, порядка полугода. У Бога не остается бессильным никакое слово. И очень важен ответ Марии, когда она говорит, это раба Господня, да будет мне по слову твоему. В бытие 18 главе с Сарой практически тот же самый ответ. И отходит от нее ангел. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok